Здравствуйте, уважаемые зрители! Я уже рассказывал на своём канале о том, что Россия возобновляет производство FAB 3000. Это бомбы весом более трёх тонн с массой взрывчатки примерно полторы тонны. Но тема оказалась настолько обширная и интересная, что я решил немного в неё углубиться. В этом выпуске подробнее отвечу на волнующие всех вопросы. Зачем нам нужны такие тяжёлые бомбы? Есть ли у них ОМПК? И кто их будет применять? Кстати, на Западе, насколько я знаю, таких бомб нет. Там предпочитают использовать более лёгкие штуки, которые эквивалентны нашим FAB 250, 500 и 1500. Так что FAB 3000 это реально уникальное оружие России. Поэтому, конечно, всех нас терзает вопрос, а так ли оно нужно, это оружие? Я думаю, каждый зритель волнуется о том, чтобы ресурсы государства расходовались эффективно. Поэтому этот вопрос не праздный. Нам хочется знать, зачем Минобороны решила возобновить производство самых тяжёлых бомб в мире? Например, россиян волнуют вопрос, есть ли у FAB 3000 крылышки ОМПК? Однако об этом Шойгу ничего не рассказывает. Аналогично производители не раскрывают секрета. Какие же самолёты смогут сбрасывать самые тяжёлые авиабомбы в мире? Всё правильно, всё верно. После просмотра ролика вы узнаете, зачем нам нужны авиабомбы FAB 3000. Будут ли бомбы оснащены универсальными модулями планирования и коррекции ОМПК? И, наконец, кто будет запускать эти бомбы по целям? Понятно, что доступа к государственной тайне у меня нет. Но я проштудировал десятки источников. И теперь смогу ответить на все интересующие вас вопросы более досконально. Хороший мальчик. Прежде чем продолжить, прошу зрителей подписаться на мой телеграм-канал. Сканируйте QR-код с экрана или переходите по ссылке в описании. В телеге я пишу о том, о чём не рассказываю в этом видеоблоге. Да, кстати, маленькая оговорочка. Это видео посвящено технологиям, пусть и военным. Оно не имеет никакого остро-социального подтекста и никак не связано с окружающими событиями. Итак, настала пора переходить к сути. Для начала напомню, что у нас уже есть много разных хороших авиабомб с УМПК. Сначала появилась бомба ФАП-500 с крылышками. Потом крылья дали лёгкой авиабомбе ФАП-250. Ну а затем отдельный модуль УМПК приделали к ФАП-1500, АДАП-500 и РБК-500. АДАП – это объёмно детонирующая авиационная бомба, а РБК – это не газета, а авиабомба с кассетами. АДАП используется для поражения пехоты, а РБК – для поражения большого футбольного поля с техникой, ну или той же пехотой. ФАП – это фугасная бомба, которая используется для уничтожения всего – мостов, укреплений, техники и личного состава. Уже из этого можно понять, что тяжёлая бомба ФАП-3000 нужна для разрушения мощных конструкций, бетонных мостов, укреплений и капитальных строений из железобетона. Но это, впрочем, не главная причина, почему в некоторых случаях лучше использовать более мощную бомбу вместо пары маленьких. Всё дело в том, что крылья и дефицитные элементы спутникового наведения нужны и для ФАП-250, и для Исполина ФАП-3000. Потому что четыре ФАП-250 с ОМПК стоят дороже, чем ФАП-3000 с одним ОМПК. Например, когда нужно ударить по одной цели, а не по четырём, большая бомба предпочтительнее четырёх малых. Экономию электронных устройств ОМПК никто не отменял. На этом месте, как я понимаю, нетерпеливый зритель уже пошёл строчить гневные комментарии, потому что я так и не рассказал, каюсь, есть ли у ФАП-3000 эти самые крылья ОМПК. Слушайте, друзья мои, ясно, что никто в здравом уме не будет сбрасывать авиабомбы в зоне действия ПВО условного противника. Так что можно гарантировать, что у ФАП-3000, конечно же, есть крылья, которые позволяют ей планировать примерно на 40-50 километров. А с двигателем, об этом я расскажу дальше, на 100 километров. Иначе зачем её вообще производят? Понимаю, что это, так сказать, косвенные улики, но других у меня пока нет. Во всяком случае, мы скоро всё узнаем, когда бомбу начнут использовать, точнее испытывать на полигонах. Большинство экспертов сходятся во мнении, что у ФАП-3000 уже есть модуль ОМПК, так что будем придерживаться именно этой гипотезы. Всё правильно, всё верно. Прежде чем перейти к обсуждению вопроса о носителях бомб, хотел коротко обсудить проблемы предельной мощности, точности и дальности ФАПов. Сначала поговорим о дальности. Не стоит думать, что авиабомбы ограничены полётом в 50 километров. Конструкторы разработали турбореактивные двигатели, которые позволяют бомбам летать на 100 километров. Судя по всему, двигатели в итоге приделают и к ФАП-3000. Но, впрочем, пока это только слухи. Ещё один важный момент. В первые месяцы использования ФАПов, точность бомб с ОМПК оставляла желать лучшего. На испытаниях ФАПы, как говорят недоброжелатели, падали за 100, а то и 200 метров от целей. Однако, в последнее время отклонение не превышает 5 метров. Все бомбы ложатся точно в цель по спутнику. Ну и третий момент. Бомбы ФАП-5000 и ФАП-9000, судя по всему, применяться такие не будут, потому что они провалили испытания. При взрывах часть вещества не успевала детонировать. В итоге, ФАП-5000 оказалась не сильно лучше ФАП-3000. Ну, аналогично с 9000. К тому же, у нас банально нет подходящих носителей для бомб тяжелее 5 тонн. Хорошо, скажите вы, для ФАП-5000 носителя нет. Но есть ли носитель для ФАП-3000? Вот в чём вопрос. Ответить на него на самом деле просто. У нас есть Ту-160 и Ту-95, которые точно могут их поднимать. А есть ещё Ту-22, причём он уже сбрасывал ФАП-3000, правда без модуля ОМПК. Ну, а модуль весит ещё несколько сотен килограмм. Все три бомбардировщика теоретически могут сбрасывать бомбу ФАП-3000, но, очевидно, не подходят для работы у линии фронта. Потому что это большие самолёты с низкой манёвренностью, которым сложно уклоняться от ПВО условного противника. К тому же, это ценные машины, которыми мы не можем рисковать. Забавно, но скидывать бомбы ФАП-3000 могут и транспортные самолёты Ил-76. Они банально могут выбрасывать бомбы из грузового отсека, как десант. За раз один транспортник может взять чуть ли не 15 трёхтонных бомб. Впрочем, в этом случае возникает та же проблема, что и с самолётами Туполева. Потому что наша армия, очевидно, не будет рисковать с транспортниками, которые мы с таким большим трудом производим единицами в год. У экспертов есть ещё одно интересное предположение. ФАП-3000 с крыльями может сбрасывать МиГ-31. МиГи применяют тяжёлые гиперзвуковые ракеты Кинжал массой 4 тонны. Поэтому легко поднимут трёхтонные ФАП-СУ МПК. МиГ-31 сможет сбрасывать ФАП-3000 с большой высоты, поэтому бомба получит большую начальную скорость. Но выдержит ли электроник и нагрев? Этого я не знаю. Так или иначе, у нас не так уж много МиГов. Мы их, увы, пока не производим. Да и опытных пилотов, которые могут управлять этими птицами, тоже очень мало. Вот почему самым реалистичным носителем ФАП-3000 лично мне, да и многим другим кажется Су-34М. Этот самолёт поднимает около 10 тонн, и его не должна испугать трёхтонная бомба. Су-34 теоретически может взять сразу три таких бомбы. Напомню, что в Индии без проблем подвесили сразу три ракеты Брама с весом 2,5 тонны на Су-30МКИ. Так что самолёты Су вполне могут справиться с этой задачей. И вполне логично поручить сбрасывать бомбы бомбардировщику Су-34М. Впрочем, понятно, что главная проблема это прочность подвесок. Потому что им нужно выдержать не только 3 тонны веса бомбы, но и сотни килограмм кризис Су-МПК. И скорее всего ФАП-3000 можно подвесить только под брюхом самолёта. Кстати, точно известно, что Су-34 может нести сразу три подвесных топливных бака весом по 2,7 тонны каждый. Это хорошо, но ещё явно недостаточно, потому что ФАП-3000 Су-МПК весит примерно на полтонны больше. У меня есть для вас ещё одна железобетонная логика. Раз государство производит ФАП-3000, то в армии уже явно нашли носителей для этой бомбы. Иначе зачем бы её производили? Я перечислил всех возможных кандидатов, и Су-34М это наиболее реалистичный вариант. Согласитесь. Всё правильно, всё верно. Осталось сказать, что ФАП-3000 явно не станет нашим ультимативным оружием, потому что им уже являются ФАП-500 и ФАП-1500. Более мощная бомба только дополнит наш арсенал и упростит выполнение некоторых задач. Ещё раз призываю всех подписываться на мой телеграм-канал. Там у меня регулярно появляются дополнительный контент и всякое интересное. И да и к тому же, важно постоянно оставаться на связи, чтобы не потеряться. Желаю всем удачи и до скорой встречи.